Северодонецк преобразился. 8 апреля горожане вышли на субботник, чтобы сделать город чище. Предприниматели, трудовые коллективы, сотрудники местного горсовета, вооружившись перчатками, мусорными пакетами и кисточками, собирали мусор, белили бордюры и срезали сухостой. На въезде в Северодонецк со стороны Метелкина обновили стелу. 8 апреля, 8 утра, начало субботника. На въезде в Северодонецкий городской парк стоит самосвал-экскаватор. Немногим позже здесь собираются люди. Это сотрудники трудовых коллективов области и города. Пришли убрать парковую территорию. Свой трудовой коллектив я вывел, чтобы привести территорию громады, где мы находимся, в порядок, чтобы наши дети, наши работники, наши жители города Северодонецка могли выйти, насладиться той чистотой, которая останется после нас. Нас пригласили поучаствовать в субботнике, убрать территорию паркового озера. И мы с удовольствием согласились. Для участия в мероприятии прибыло 8 человек от нашей организации. Еще 150 человек наводят порядок на озере Чистое. Здесь трудятся представители областной госадминистрации, прокуратуры, СБУ и других учреждений. Вышли на субботник администрация, структурные подразделения навести порядок в городе Северодонецке. И хотим своим примером показать, что кроме нас в своем доме порядок никто не наведет. Мы в составе коллектива областного кивца вышли на городскую акцию поработать, очистить наше озеро. Вот, видите, результат нашей работы. Поэтому усердно, ударно собираем мусор. Местные предприниматели также не остались в стороне. Несколько часов и стела на въезде в Северодонецк со стороны Метелкина перекрашена. На прилегающей к ней территории порядок. Установлен герб города и развиваются два флага – Украины и Северодонецка. Мы собрали определенные средства личные. И таким образом хотим, чтобы лицо города соответствовало его статусу. Каким он является сейчас областным центром. Всего в городском субботнике поучаствовало около 500 человек. Северодонецк, говорят жители, заметно преобразился. Валентин Сычев, Николай Резниченко, ПАДИИ.